тут у меня значит был разговор с людьми мне показалось что это интересно и хотел бы его тут рассказать тема была познание материи ну размышлялись что такое материя материя это значит энергия различных проявлений то есть различные формы материи это различные плотности энергия но суть не в этом суть в познании ее бог позволяет и наоборот поощряет познание познание это нормальный процесс человека даже когда человек как говорится немножко злоупотребляет в том смысле что он познает с точки зрения материю тут неизбежно некоторые перегиб гармонии мы говорили о гармонии что перегибы некоторые доступны для человека в том смысле для познания но как только он познал и зациклен на чем-то тогда это уже называется злоупотреблением и нарушением гармонии но если человек чуть-чуть там как бы гармонию скажем нарушает ну допустим он познает вино спиртное она на энергетику действует как бы вот чем сильнее напитки крепче тем они больше сбивают энергию как бьют по энергии более слабые напитки меньше бьют по энергии дают как бы стимул размышлению но все равно как бы там не чистое сознание скажем так вот и когда человек привязался к спиртному скажем так сначала начал познавать спиртное допустим потом привязался к спиртному и в момент когда он привязался это и есть нарушение гармонии то есть пока он выпивает вроде бы там откладывается нет в этом ничего плохого как бы в меру как бы выпивает все нормально но любая любая цель которая преследует человек с корыстной целью с личной выгодой то есть низшие вот эти вот проявления создают именно дисгармонию то есть иисус сказал должно прийти соблазном но горе человеку от которого приходит соблазн ну сейчас мы то что от кого приходит соблазн уберем а то что вот должен прийти соблазном это она действительно действительно так потому что человек проходит все эти пути познания это необходимо для человека познать все эти проявления материи то есть это его путь познания и путь познания неизбежен как бы чтобы не нарушать то есть человек еще не настолько совершенен что полностью не нарушать поэтому бог все это прекрасно понимает что это не нормальность было бы вот взять там чистый человек такой не может быть такого человек познает соответственно когда ты познаешь ты разрушаешь устанавливаешь разрушаешь устанавливаешь как бы но не злоупотреблять этим самое главное вот в этом кроется как раз тонкость где эта грань когда ты не злоупотребляешь как бы это очень грань такая здесь никто не может ее объяснить это для каждого индивидуально нету системы по которой я бы вам сказал бы вот это такая вот грань как бы что касается познание скажем например мы в свином привели грань существует только во внешних вещах там в зле тут все понятно то есть зло совершать это наказуемо сто процентов тут все грани есть они определены но касательно себя как бы нарушение законов относительно разрушения самого себя тут больше как бы тонкости больше дается как бы простор для изучения скажем потому что это личная вы выбор человека то есть как говорится чтобы другим главное чтобы он не мешал то есть это его личное право как бы над собой как хочешь изгаляться вот и споры такие были еще но не споры некоторые размышления по поводу мясоедства как это часто споры возникают вот я не знаю в отдельном ролике хотел это сделать там просто нечего такого сказать просто хотел сказать что если человек уперт зациклен в чем-то то есть информация перекрыта ему более широкая то есть если человек так все говорит что обязательно чтобы быть духовным нужно не есть мясо все он уже не понимает других людей не понимает причины по которым другие едят мясо а это вовсе не значит что другие не могут есть мясо и причины их он не понимает потому что он зациклен что у него такая система духовная что вот на самом деле это нормально то что он не ест мясо для него нормально и для многих это тоже нормально хорошо если человек может не есть мясо и не ест мясо но есть люди которым нужно есть мясо по причине болезни еще чего-то такого я уже писал об этом говорил как бы но не только из-за этого там есть мистические вещи кармические вещи там множество почему это человек делает поэтому духовность не в этом заключается не надо зацикливаться вот на таких вот моментах внешних а нужно все-таки глубже смотреть чтобы открылась человеку то есть как сказано только чистые сердцем богу взряд вот чистые сердцем это значит открытые души открытые они зацикленные то есть они более шире смотрят соответственно они познают и пытаются понять познать как бы по сути все вот которые души которые с лояльностью и с любовью относятся к всем уровням развития вот таким душам откроется как почему именно вот другие вот так вот так вот так вот делают почему я и говорю что как бы неважно что там правительство нарушает законные законы несовершенные я вижу то что они не понимают просто некоторые вещи уровень людей такой что если бы мы конечно были бы другого уровня правительство тоже не очень высокого уровня на самом деле поэтому нечего на это пенять как бы мир несовершенен либо еще такой момент в политику ладно ударились такой момент что не всем положено как бы кармически даже положено не всем какие-то блага скажем так и поэтому если бы у нас было даже правительство идеальное грубо говоря и она создала бы такие законы что всем было бы хорошо но представьте себе у человека карма плохая а как сделать так что вот попробуйте у меня были варианты такие я пробовал кстати как альтруист помочь как бы так сейчас прервусь и звонят ну и вот когда я был как бы альтруистом я вот пытался людям помочь и видел препятствие просто в этом что какая-то просто там неразбериха происходило что с этим все происходило мистическое что невозможно было просто помочь людям и потом я начал понимать что это кармически некоторым людям просто невозможно помочь так что это не значит конечно что не надо помогать надо просто все это наблюдать помогать надо если это входит в круг ваш но учитывать что нельзя всем помочь скажем так так чуть я отошел от темы познания материи вот не знаю может это тоже входит в познании материи познание жизни скажем так материальной поэтому надо держаться гармонии суть в этом не злоупотреблять ее то есть даже если что-то дается если что-то дается надо делиться это тоже гармония кстати вот и самому быть бдительным то есть как только желание привязанность какая-то корысть возникает надо быть сразу начеку и не идти у этого на поводу и смотреть по сторонам и тогда я думаю можно найти способ гармонично жить вот